Дорогие друзья, тема сегодняшнего мастер-класса «Искусство киноплаката». И не просто киноплаката, а как оформить свой киноплакат для своего фильма. Особенно, когда ты начинающий кинематографист. Что требуется для того, чтобы его сделать так, чтобы он запоминался, какие тут должны быть правила. Убийство, хаос, мафия. Эффектно. Хорошо звучит. Мне очень нравится. Нет, на постере не может быть слова «мафия». Какие ещё идеи? Насчёт кота не уверен. А остальное тебя не смущает? Не понимаю, что это скажет о нашем фильме. Он властный и опасный, но не лишён слабостей. Ага, теперь ясно. Кот символизирует слабости, а фраза «возьми Каноли» говорит о том, что он сладкояшка. Это черновые варианты, поэтому мы и здесь, чтобы отдел маркетинга услышал ваше мнение. По-моему, у вас немного не тот подход. У нас фильм о власти. О том, кто дёргает за ниточки и всеми управляет. Поэтому нам лучше взять обложку книги за основу постера. Согласен. Никто не поймёт, что это. Люди решат, что этот фильм о нацистах или вроде того. О нацистах? Какого? Это не чёртова свастика, Барри, это не эти марионетки. Я в курсе, Радди. Эти ребята продали сотни фильмов. Они своё дело знают, так что займитесь фильмом, а с постером разберутся взрослые. Ну, правил немало, прямо скажем. Однако же надо помнить в первую очередь о том, что это всё-таки та картинка, которая тоже запоминаться должна. Вот как ваш фильм должен запоминаться, так и постер к нему должен быть не просто информативным каким-то, не просто надпись чёрным по белому, но содержать какие-то элементы, ну, в хорошем смысле, рекламные элементы, рекламирующие ваш фильм. Другое дело, что тут важно как-то соблюсти баланс того, чтобы это было в меру рекламно, но в то же время художественно. Если будет перекос в сторону чистой художественности, когда будет некое произведение искусственное, зритель может даже не совсем понять, что это киноплакат, это тоже другая крайность. Поэтому вот такие здесь есть нюансы, о которых я сейчас хочу поговорить. Ну, во-первых, о технике постера, как он создаётся. Это искусство очень давнее, киноплакату уже, наверное, около 100 лет, как минимум. Но в любом случае, как искусство, он сформировался где-то к 20-м годам 20-го века, то есть ему всё равно, даже к 20-е годы опять-таки 100 лет. Есть два основных типа киноплаката. Это так называемый рисованный киноплакат и киноплакат фотомонтажный, когда в качестве визуального ряда используют кадры из фильма. Портреты актёров или какие-то сцены, часть каких-то фотокадров, переводящих на экран, на постер сцену из фильма и так далее. А рисованные плакаты – это, соответственно, то же самое и сцены, и портреты, но нарисованные художником. Когда-то их рисовали буквально по принципу живописи, то есть такими иногда очень такими яркими, броскими мазками такими, когда прямо не просто портрет, а именно лепка такая чувствуется, визуальная, кто-то скажет очень грубые мазки, но в этом чувствуется в то же время такая фактура, экранная, когда ты узнаешь и персонажа, и актёра, соответственно, которые исполняют эту роль. Всё это, к сожалению, в наши дни используется редко, то есть в наше время постер – это скорее традиция, в большей степени традиция именно фотоколлажа. Но это не значит, что можно отказаться от вот этой давней, кто-то скажет устаревшей традиции рисовать плакат. Я чем больше вот изучаю это искусство, чем больше я коллекционирую эти постеры разных времён вплоть до современности, тем больше я понимаю, что тут не должно быть каких-то чётких правил. Тем более, что когда вы снимаете игровое, художественное кино, и ваш постер тоже должен чем-то удивить необычным подходом, в том числе взять и рисовать. То, что принято уже много десятилетий делать в качестве фотомонтажа, тем не менее, никто вам не запретит нарисовать ваш плакат и нарисовать ваших персонажей. Это может быть даже такой вот наивный рисунок, в котором даже не совсем и угадывается герой фильма. Но если, допустим, у главного героя есть любимый ребёнок, то главного героя можно накалякать, что называется, такой вот детский рисунок подать. Но зритель где-то догадается, что речь идёт вот этот самый олеповатый рисунок, это папа или мама, то есть тот, кого так любит юный персонаж. Никто вам не запретит делать вот такие необычные постеры. Вообще, наверное, необычность это тоже очень важно, если не главное качество плаката, но только тут, опять же, нужно учитывать два подхода. Так называемый массовый плакат для массового зрителя, которому надо всё показать просто, прямо, доступно. И зритель, который, наверное, уже не такой простой, в кавычках. Зритель, который уже много чего смотрел и тогда можно сделать по необычней, позамысловатие плакат. Более странно даже, я бы сказал. Вот здесь есть тоже несколько типов плакатов, которые, вот уже сами решаете, какой из них вам ближе. Допустим, плакат, которым вы стилизуете какой-то более старый плакат, допустим, то есть ту традицию, которая существовала когда-то. Вот когда-то было принято именно рисовать. Да, если вы нарисуете, и не просто нарисуете своего персонажа на плакате, но еще и в той традиции, которая была, допустим, 40 или 70 лет назад, тогда будет для, особенно для видавшего много фильмов зрителя, это будет особенно интересно. Ну вот как пример приведу. Одна из самых известных картин, посвященных гражданской войне после революции 17-го года, это фильм под названием Чапаев, посвященный, фильм посвященный легендарному командиру Красной армии, он стал даже персонажем анекдотов, то есть вот такой вот батя такой, батяня. И Чапаев чаще всего изображался в такой пафосной позе, с протянутой вперед рукой, как бы этот жест, который призывает своих солдат идти в бой. А рядом с ним его помощник, его ординарис, которого зовут Петька, и у него, видите, простое такое мальчишеское, сейчас бы сказали пацанское имя Петька. Это действительно пацан, юный еще совсем солдат, помощник командира. Петьку всегда изображают за пулеметом Максим, такой характерный пулемет, то есть Петька стреляет из пулемета, над ним с протянутой вперед рукой Чапаев, и именно на эту тему был сделан такой вот очень забавный, но при этом видно, что очень интеллектуально продвинутый такой плакат к фильму Алексея Германа-старшего под названием «Трудно быть богом». Картина, которая стала последней для этого выдающегося режиссера, она уже снята в начале 21 века, и каким образом можно было стилизовать этот плакат, опираясь на вот эту традицию Чапаева. Дело в том, что, если говорить так упрощенно, «Трудно быть богом» — это история, где действия разворачиваются в средние века. Средневековые должны быть, значит, одежды, не просто одежды, какие-то военизированные. И поэтому на этом постере вместо Петьки главный герой, которого играет Леонид Ермольник, и вместо пулемета Максим какой-то замысловатый самострел такой старинный средневековый, а над ним тучная фигура Алексея Германа, опять же, в таких потешных латах средневековых, которые протягивают руку вперед. Но для тех, кто знает этот легендарный плакат к Чапаеву, конечно, будет понятно и на что намекают авторы, так называемая аллюзия, отсылка к какому-то более раннему кино. Это вот такой вот нетипичный пример. К сожалению, этот плакат очень редко где можно увидеть, только в интернете он изредка там встречается, но когда-то он висел, этот плакат висел в фойе киностудии Ленфильм, на том самом месте, я имею в виду шуточный постер, ироничный постер, трудно быть богом, он висел на том самом месте, где когда-то висел и плакат к Чапаеву. Такая вот перекличка времен возникала. Если вы снимаете кино жанровое, то есть определенный жанр, либо это комедия, либо это триллер, либо это может быть военное кино, тогда имеет смысл соблюдать правила жанра, и это будет отражаться в эстетике плаката. Вряд ли будет уместно делать какой-то мрачный, монохромный, черно-белый постер, где все с суровыми лицами, и при этом это у вас комедия. Комедия это что-то нарядное, что-то такое как минимум эксцентричное, то есть броское, бросающееся в глаза. Конечно, тут есть и другие крайности. Допустим, один из самых знаменитых киноплакатов 20 века «Обломок империи». «Обломок империи» — это тоже кино на излете немого периода снято. И главный герой там человек, который долгое время провел в беспамятстве, в том смысле, что он не помнил кто он, потому что тоже был жертвой войны, Первой мировой войны. А потом он вспомнил все. И вот этот момент даже не ужаса, а какого-то смятения, он отражен на этом постере. Вот это вот кричащий крупный план человека, рука такая. Можно решить, что это тоже какая-то чуть ли не комедия, эксцентрика, но на самом деле это далеко не комедийный фильм, хотя какие-то элементы бытовых, юмористических ситуаций там есть. Но, соответственно, если комедии надо использовать такие, я бы сказал, мажорные цвета, какие-то нормальные, яркие, нарядные, чтобы не путать зрителей. Хотя, опять-таки, в наше время за сто с лишним лет существования кино иногда у нас могут намеренно даже не сбивать с толку, а как бы вот подменять традиции. Допустим, к фильму «Оно», триллер знаменитый по Стивену Кингу, да, вот этот клоун, это как бы образ чего-то такого нарядного, веселого, беззаботного. Но это меняется совершенно в восприятии этого фильма, то есть это некий образ неведомого зла, какого-то тревожного ожидания какого-то чего-то страшного. Отсюда и вообще эта тематика клоун, как, с одной стороны, для детей это радость, а для тех, кто повзрослее уже подростки, клоун это что-то такое зловещее может быть. Это тоже в искусстве постера может отражаться и так далее. Ну, а если вы уж совсем искушенные зрители, вы для понимающего, такого много видевшего зрителя делаете постер, тогда имеет смысл делать плакат-метафору, метафора, то есть нечто иносказательное, какой-то, может быть, такой вот намек на жанр, и в то же время не совсем обычный. Вот одна из самых странных картин советского кино, фантастическая картина под названием «Отель у погибшего альпиниста», уже название такое зловещее, «Отель у погибшего альпиниста» в кавычках. Это фильм о том, как в неком горном отеле, где-то за границей, происходят странные события. Немножко перекликается чуть-чуть со знаменитым фильмом Кубрика «Сияние». Ну, в «Сияни» там, по сути, один персонаж всего и его видение. А «Отель у погибшего альпиниста» там реальные постояльцы отелей, их там около десятка. И вот они чувствуют, что что-то между ними происходит и нормально. Ну, чуть-чуть про спойлерю. Среди них есть инопланетяне. Инопланетяне, и не просто инопланетяне, а роботы. Инопланетяне, которые очень похожи на людей. И вот некий сыщик, он вынужден вычислять, кто робот, кто человек. И можно сделать к этому фильму постер такой нормальный, доступный, более-менее понятный. Но один из самых запоминающихся плакатов именно к этому фильму, который я когда-либо видел, еще, можно сказать, чуть ли не с детства. Это тот плакат, который вы сейчас увидите. Это голова человека, но вместо верхней части головы мы видим гнездо для розетки, куда должна втыкаться электрическая вилка. Вот это и есть намек на то, что это не люди, а роботы, которым нужна электрическая подпитка. Это прибалтийский был фильм. И тут чувствовалось всегда, что прибалтика, тогда еще советская прибалтика, она часто снимала фильмы с необычными интеллектуальными сюжетами. И постеры к ним часто были тоже необычные, я бы сказал, авторские постеры. В наши дни никто никому не запретит сделать собственный вариант плаката к известнейшей классике, которая уже полвека или сто лет и так далее. Есть так называемые минималистические постеры в интернете, их очень много. Я коллекционирую в том числе эти работы, у них никогда не поймешь, кто их автор. Я могу только от себя, как от зрителей коллекционера, сказать, что замечательные, талантливые люди, часто очень с юмором это делают. Ну а какие примеры постера, вот сейчас вы их увидите. Это, как правило, минимализм проявляется в том, что нам какую-то маленькую деталь просто передают из фильма, даже не портрет какого-то персонажа, но какая-то деталь, которая все объясняет. Ну, например, вот то, что вы сейчас уже увидели, это плакат к фильму «Ви». Но «Ви» не современный российский, а советский «Ви» по знаменитому произведению Гоголя. Такой вот ужастик. Дети, подростки очень любили этот фильм смотреть, потому что фильма ужасов тогда практически у нас не показывали. И вот самый знаменитый эмблематический образ из этого фильма – это круг, очерченный кусочком мела. И вот на этом постере как раз мы видим только круг и кусочек мела нарисован. И этого достаточно, чтобы было понятно, что это фильм «Ви», а не какой-то другой еще. Но, повторяю, тут часто привносится элемент такого юмора. Вот не случайно к постеру «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» там изображены два атрибута и того, и другого персонажа. От Шерлока Холмса линза, увеличительное стекло, которым он расследует какие-то детали. А поскольку доктор Ватсон, то там изображена клизма. Хотя он никогда не пользуется клизмой, но, тем не менее, соседство этих двух предметов порождает вот такой новый смысл. Мы сразу понимаем, конечно, это Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кстати, есть еще любопытный нюанс, вот я о нем не сказал. Это когда постер является таким своеобразным персонажем, в кавычках, в самом кино. Допустим, на стене у героя висит плакат к какому-то фильму. И это не просто плакат. Как правило, этот плакат передает что-то о душе героя, о его характере и так далее. Если герой интеллектуал, то у него висят какие-нибудь старые плакаты к старому кино. И это говорит как раз о том, что он ценит старое кино, любит его. Вот тут я вспомнил пример из сериала «Доктор Хаос». Был такой знаменитый сериал на медицинскую тему. И там один из вторых, ну, в общем, друг доктора Хаоса, по сути, как бы доктор Ватсон, такой своего рода, тоже врач. И вот у этого доктора Ватсона, в кавычках, в кабинете висят как раз плакаты к классическим фильмам. Там Хичкока или так называемые нуары, черные фильмы, американские лица, которые, может быть, современному зрителю ничего не говорят. Но киноманы, конечно, сразу узнают эти плакаты. Особенно плакат к фильму «Головокружение» Хичкока, он такой ни на что не похожий. Оранжевый плакат, вот сейчас вы увидите его. Оранжевый плакат рисованный, который сразу задает какое-то тревожное настроение. Может быть, в том числе благодаря цвету, потому что он ярко-оранжевый, там присутствует черный, оранжевый, белый цвета. Сочетание, которое просто сразу впечатывается в сознание. Вот такая тоже особенность есть в киноплакате. Каким путем пойдете вы, друзья, решайте сами. Можно делать плакат вот такой вот интеллектуальный, да, с каким-то подтекстом, с какой-то деталью, которая будет намекать на содержание. Можно делать традиционный, понятный зрителю с головами персонажей, может быть, с какой-то имитацией мизансцены и так далее. Но поскольку вы, как большинство из тех, кто меня сейчас слушает, это авторы начинающие, я предлагаю делать что-то достаточно понятное. И в то же время привносите какой-то элемент в постер, чтобы было понятно, что речь идет именно о вашем фильме, только о вашем. И никакому другому фильму такой плакат не подходит. Это ваше авторское произведение. Это часть того, ну, слово продукт, оно как-то звучит грубовато, но, понимаете, фильм это не только сам фильм. Это еще некоторые сопутствующие элементы, в том числе рекламные элементы. И вот постер, а, кстати, постер может быть не один, постеров, как вы, наверное, знаете, знаменитым фильмам десятки постеров выходят даже тогда, когда они только снимаются, выходят на экран в первый раз. Есть несколько постеров основных, а плюс еще такие постеры, знаете, с портретами каждого конкретного персонажа. Если там много персонажей, там еще, может быть, десяток постеров с портретами этих всех персонажей. Так что дерзайте, друзья, я всегда с интересом смотрю на постеры, а не только на фильмы. Спасибо.